Продолжение следует... Так что выносили больных на улице и полагали на постели и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которых и исцелялись все. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Инея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, «Иней, исцеляй тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопе, то ученики, услышавшие, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал «Давифа, встань!» И она открыла глаза свои и, видевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, оставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопе, и многие уверовали в Господа. Иопе Субтитры создавал DimaTorzok